Более 80 лет прошло со дня первой атаки на Брестскую крепость героя начала Великой Отечественной войны. Но и сегодня, и каждый год мы говорим о тех, кто сражался за Родину. День рождения защитника, друга и солдата Алексея Наганова, учащийся средней школы номер 9, почтили его память на уроке мужества, посвященного жизни и подвигу народного героя. Сейчас важно и актуально сохранить и передать подрастающему поколению память о тех людях, которые отдали жизнь во имя жизни на земле сейчас. Брестская крепость является символом мужества, а ее защитники являются символом верности, долгу, чести. Одним из защитников Брестской крепости был Алексей Федорович Наганов. Он погиб в первые дни войны, но выполнил свой долг до конца. Мы гордимся тем, что наша школа носит имя Алексея Федоровича Наганова. Стараемся привить детям любовь к памяти, к нашей истории. Поэтому в нашей школе проводится очень много мероприятий гражданско-патриотического воспитания. Наши пионеры вступают в ряды пионерской организации именно у памятника Алексея Федоровича Наганова. Точно так же мы принимаем в ряды общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи возле памятника Алексея Федоровича Наганова. В прошлом году у нас зародилась еще одна традиция. Выпускники на первый и последний звонок возлагают цветы памятнику Наганова. А сегодня мы собрались для того, чтобы вспомнить и отметить 109-ю годовщину со дня рождения Алексея Федоровича Наганова. Фашисты успешно шли в атаку. Однако дежурный по 333-му стрелковому полку старший лейтенант Алексей Федорович Наганов вместе с курсантами полковой школы предпринял короткую штыковую контратаку и отбросил противника за ворота цитадели. Затем во главе всего двух стрелковых взводов он организовал оборону ворот и долго удерживал их от наседающих сил противника. Тяжелые потери вынудили отважного командира и его бойцов оставить каземата и уйти в подвалы. Там оставшиеся в живых продолжили сопротивление и погибли в бою. До самой своей гибели Алексей Федорович оставался на боевом посту. На данный момент мне 36 лет. Я сама еще не знаю, кем я буду, когда вырасту. Мой прадед погиб в 26. Но говорили, что он уже в том возрасте был очень сознательным человеком. То есть он действительно был лейтенантом, он отвечал за людей. Он был веселым, он умел играть на балалайке, он умел поднять дух людей. Моя прабабушка рассказывала, что это был лучший человек в ее жизни. Вот, наверное, это все, что мы пытаемся сохранить. То самое настроение. Учащиеся средней школы номер 9 подготовили отрывки из книг и киноленты о героях. Рассказывали стихи и слушали воспоминания об Алексее Наганове. И каждый из них уверен, что это почет научиться в школе, которая названа именем человека с большой буквы. Я считаю, вообще подобные вещи забывать нельзя, их стоит помнить. Потому что они напоминают как нам, так и будущему поколению. О том, что из себя представляет война, что это ужасная вещь, что она облечет за собой смерти, разрушения. А что я знаю о Наганове, что это самый настоящий герой, очень смелый человек. В принципе, что относится и ко всем защитникам Брестской крепости. И я думаю, невозможно не гордиться тем, что моя школа названа в честь такого великого человека. Наш народ смог выстоять и победить в той страшной войне. Только благодаря мужеству и самоотверженности наших солдат и людей. Поэтому важно помнить о подвиге героев, чтобы не повторять ошибок прошлого в будущем. Василина Бускевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста. Девушка, отойдите.